еще раз добрый день дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 24 июля 2024 года извините предыдущее видео резко оборвалась по причине того что у меня сел аккумулятор наверное надо покупать новый аккумулятор так как батарея мне показывала ровно половину я думаю что мне хватит для съемки видео этой половины зарядки на посередине съемки даже в самом начале съемки хотела поснимать побольше как играют и гуляют ребята просто отключилась и все наверное надо новый аккумулятор покупать как-то не знаю вот тем не менее я подзарядила аккумулятор и хочу показать вам прогулку уже другой группы наших малышей которым тоже не страшно жара вот такие мы веселые активные здесь у нас много ребят кто ждет мамы пап и появился в этой группе у нас лаэрт почему давай рассказывай лаэрт почему лаэрт почувствовал себя в группе девчонок а брата левчика цахарка прям вот надо его поцеловать и все он от меня не отходит ему надо целоваться очень ласковый ребенок он стал всех обижать и девчонок и мальчишек и постарше и помладше и постоянно устраивает драки и конфликты а вот как раз таки в этой группе у меня тут собраны такие вот взрослые серьезные пацаны которые собственно говоря в обиду то себя не дадут и я думала что они как-то лаэртика поставит на место объяснят ему вообще как надо себя вести прилично потому что у нас тут левка с этими парнями живет все тут крупные только афродита вот у нас девчоночка шоколадная и аришенька сюда вот переехала в эту группу ребят значит опа даниэль пошел купаться у нас тут ведь несколько бассейнов поэтому есть возможность о и джин блэк туда же ну афродита это известный водоплавающий товарищ со щенка у нас обожает купаться так же как инюшенька про нее я как бы даже не удивлена то есть она в этом бассейне мочится еще с момента когда и было в прошлом году ну короче малявка еще было так эти куда ребят я не вот не знаю хочу вас поснимать как-то вроде вас много на прогулке вы вроде бы группа но когда я начинаю снимать видео я как-то никого не могу найти в кадры поймать очень ласковый парень захарка вот он опять ко мне вот этот парень пришел опять ему надо со мной целоваться обниматься 21 июня мальчику исполнился один год и вот как-то до сих пор его никто не выбрал несмотря на то что цена на этого парня самого маленького его возраста было 35 тысяч рублей ну я не знаю у него абсолютно никаких на скажем так отклонений от по здоровью нет и с прикусом все здорово и ушки стоят и родничок закрыт и спинка ровно и лапки все в порядке куда надо но немножко они длинноваты это чисто для выставок экстерьера но так я его не позиционирую как кабеля для выставок разведения он продается по цене домашнего питомца несмотря на то что с парнем все замечательно плюс изумительный ласковый добрый характер но не знаю ребята что творится в этом мире и как так вообще люди относятся к животным что за такое знаете отношение что если это собачка или щеночек ее почему-то должны отдавать бесплатно потому что 35 тысяч а даже деньгами то не могу назвать на сегодняшний день при стоимости медикаментов продуктов прививок и всего остального вот одним словом тут трудно что-либо мне понять иногда бывает шикарная собака безупречная во всех отношениях по два года ну что ж ты мой лапочка ну он вообще от рук не отходит ну что за парень ну почему тебя никто не рассмотрит я не понимаю иногда повторяю вот засиживаются собаки которые ну просто я не знаю была бы у меня возможность оставить всех оставила бы конечно всех ну простите у меня конечно тоже не настолько мы богаты потому что найти место разместить животное в доме это разрешимая проблема с учетом того что мы живем в частном доме и как видите продолжается у нас стройка а вот финансы на содержание именно питание прививки игрушки лежанки и вот даже стирка электричество это все вот как-то вот не замечается вообще не людьми кто выбирает себе собачку и постоянно говорит почему так дорого не знаю все как-то умеют посчитать свои финансы у заводчиков почему-то все считают только доход ага вы продаете собачек значит у вас стоимость щенка высокая значит вы богатые люди и и вообще собачку вас много почему вы вообще и не подарите нам собачку у вас все равно много такие сообщения просто на регулярной основе так вот ребят давайте посмотрим хотя бы на мой канал вот в ю тубе уже более 10 лет каналу нашего питомника в других соцсетях поменьше но тем не менее я регулярно опубликовываю видео о жизни наших питомцев в которых рассказываю все новости нашего питомника да и по собачкам тоже видно и понятно некоторые из них сидят у меня вот тут ждут мамы пап больше года некоторые вот уже два исполнилось недавно и все это время они не проданы они питаются на мои деньги содержу я их на свои деньги и стоимость за этого парня 25 35 тысяч рублей это давно уже как бы не стоимость и не цена щенка и даже не вернуть мне мои в него вложенные финансы на питание содержание прививки обслуживания скажем так по стирушки помывки это просто ну не знаю подарили бесплатные собачки да есть конечно у нас собаки которые достойны скажем так и посещение выставок и участие в разведении да на них цена выше но это не все щенки в одну цену это раз а во вторых ну начнем с того что не каждый день они рождаются чтобы быть такими безупречными чтобы стать чемпионами выставок и участвовать в дальнейшем разведения так скажем цена на них высокой но и покупают их не скажем каждые пять минут основная масса ищет себе основная масса покупателей ну вот видите что творят они не для выставок не для разведения и несмотря на всю безупречность щенка несмотря на все его достоинства люди не хотят за него платить какую-то скажем так стоимости сумму денег энную растекаемую потому что нет такого понятия дорого дешево высокая цена низкая для каждого свое понимаете кому-то может быть и 2 рубля очень дорого а для кого-то и миллион копейки тут вообще абсолютно некорректно на мой взгляд обсуждать стоимость щенка заявленную продавцом так как на сегодняшний день рынок у нас большой и предложение о продаже чихуа достаточно много вы можете купить себе собачку любого качества и на самом деле на скажем так если выражать такое выражение на любой кошелек ну как бы но нет у меня сейчас финансов у меня не нужны выставки мне не надо разведения мне нужен здоровый щеночек веселенький счастливенький я его буду любить и все претензия к его там прикусу ушам ногам ни к чему не имею ну в общем то и вполне себе можно найти собачку в авито пусть она будет даже не чистокровная без документов и жить себе долго и счастливо с такой собачкой мне непонятен момент того что зачем приходить на канал питомника где открытым текстом указаны цены много видео на тему почему цена на этого щенка такая на этого такая или почему вот была такая теперь она снижена например после смены зубов испортился прикус мы не продавали эту собаку мы оставили ее себе но после смены зубов прикус испортился для разведения она не подходит мы ее стали продавать я это часто всегда в индивидуальных видео озвучиваю делаю акцент почему цена на одну собаку такая на другую такая и я не понимаю почему начинают не люди в комментариях пытаться доказывать то что да откуда вы берете такие цены да вы в курсе какие зарплаты у людей да у меня вообще там пенсия да мне нужен друг для души я вообще не хочу за него платить деньги потому что друзья не покупаются не продаются и вот такого плана комментарии вот если честно очень напоминает таких людей которые приходят в магазин к примеру самых дешевых центом пятерочка магнит там лента эконом класса супермаркет эконом класса для вот как раз таки тех у кого ограниченные финансовые средства и начинают орать а почему там колбаса по таким ценам а почему хлеб по таким ценам а почему там я не знаю бензин подорожала почему еще что-то вот тоже самое чего вы мне орете в комментариях и такой же человек как и вы я также покупаю продукты в магазине и кормлю своих животных теми кормами которые мне продают по вот таким же ценам на которые вы орете я в такой ситуации должна садиться рядом с вами орать о том что а мне ребята надо прокормить 75 собаками одну несчастную собачку которую вы там как говорится приобрести себе мечтаете да еще и даром чтоб вам подарили бесплатно а мне их прокормить надо всех я тоже могу могу сесть ручки сложить и поорать почему вчера моющие средства стоили вот столько а сегодня вот столько чу лампочки у меня опять перегорели мне снова надо их заменять а что еще там что-то дорого стоит как-то это по-моему бессмысленно и бесполезно либо вы берете на себя ответственность за животное и как-то вот взвешивайте свои финансовые возможности скажем прямо если у вас нет возможности купить себе породистую собачку как вы называете за дорого то может быть вам надо рассмотреть вариант покупки кролика или морской свинки или хомячка потому что после покупки вам придется потратить на эту собачку гораздо больше денег чем стоимость этой собачки так как вам придется и покупать глистогонные средства обработку от болох клещей прививки не дай бог какие-то там осмотры ветврача при необходимости какое-то лечение все это требует больших финансов но как бы лекарства на собак стоит так же как и на людей они некоторые продаются в аптеках для людей а некоторые ветеринарные стоят гораздо дороже чем препараты для людей и все это взаимосвязано как-то между собой нет у вас возможности потратить деньги на щенка может быть оно вам и не надо может быть надо рассмотреть какой-то другой вариант чтобы потом не сожалеть о том а почему так дорого стоит прививка почему так дорого стоит качественная глистогонка а почему я купил дешевую глистогонку и мой пёсель от него скончался да потому что вы его траванули дешевой отравой но на более дорогой достойный препарат у вас просто нет денег и вы об этом честно говорите в комментариях под моими видео ребят я эту информацию беру не из своей головы а из комментариев которые вы мне пишите регулярно под видео о продаже моих собак щенков и других моих животных начиная с хомячков когда у меня стоит цена 350 рублей мне говорят а нет ли у вас за 150 хомяка или может быть есть у вас бесплатные хомячки то есть тут в общем-то смешно говорить о каких-то высоких и низких ценах на собак если есть люди которым 350 рублей за хомяка это уже как бы дорого а можно двух но по 150 такие вещи мне люди тоже пишут поэтому это скажем так лирическое отступление опаньки маленький в очередной раз сторону самая любимая тема для разговора в комментариях а почему так дорого а у нас во дворе продают по 20 иди купи у себя во дворе что ты делаешь на канале питомника меня вот смущает такой вот один момент почему тебе не открыть другое объявление где у тебя во дворе продают за 20 и не купить там но уж если ты там купил и хочешь меня обрадовать тем что ты купил себе собаку за 20 тысяч рублей то будь ты с несчастлив сидит и дома и радуйся тет и мне то тут рассказываешь что и как я должна делать за сколько я должна продавать своих собак и каждый раз я еще должна каждому аргументировать а почему такая цена на эту собаку почему другая несмотря на то количество видео которые я снимаю и стараюсь еще подробно показывать и рассказывать но вот таких неугомонных товарищей меньше не становится так что видите у каждого ребят свои ценности кому-то достаточно купить какую-то железяку в виде там или пластмассу виде там последней модели iphone и он готов за него заплатить гораздо дороже чем стоит любой из моих щенков и будет ему счастье не надо ему ничего другого для кого-то важно другое у меня и такие комментарии были мы сделали ремонт купили машину съездили в отпуск и у нас тут осталось чуть чуть-чуть тут денег хотим еще и собаку чихуа купить почем у вас щеночки о нет что-то дорого у нас тут осталось после отпуска и ремонта вообще немного денег у каждого свои ценности ребят у меня например нет бриллиантов в виде камней которые стоят баснословных денег гораздо дороже чем тут все вместе мои собаки если бы я их продала но мои бриллианты всегда со мной как вы видите они меня радуют они мне доставляют счастье и я спокойно я не хожу их не хожу по ювелирным магазинам и не кричу о том что какого вообще непонятного фига у вас тут такие атомные цены вы чё полудурошные что ли это же камень он не живой сфига он у вас такие деньги стоит что с ним делать ходить кому-то показывать хвастаться стекло им резать или спрятать под подушку чтобы никто не украл у каждого свои в жизни ценности не надо меня сравнивать с вами для меня скажем пропустите ужин и отдать свой ужин или обед или завтрак моим питомцам там в виде овощей мясо творожка там вполне себе нормально если у меня как бы не хватает на что-то денег а для кого-то извините важнее ремонт автомобиль отпуск курорт ну и там чё осталось пять копеек на те копейки к собачку еще приобретем на всякий пожарный на мой взгляд достаточно все просто и очевидно не понимаю почему это всегда вызывает столько эмоций у зрителей моего канала моих видео и не только моих видео такие тексты есть всегда в каких-то досках объявлений чё так дорого нам подаром и себе на подушку для любви и ласки и все как бы понимаете ребята мне настолько жарко я не знаю как вот эти веселые красавцы тут тоже ведь в тенечек припрятались захар как всегда со мной дачу ласковый пес но господи 35 тысяч рублей на люди вообще обнищали все у нас на что-то же вы мне тут с чего-то же вы мне строчите тут эти комментарии есть же у вас какой-то телефон ноутбук вы за какой-то интернет там платите уж не совсем все нищи то прям удивительно парень сидит год не может дождаться достойных родителей они тут мне все объясняют какая жизнь дорогая каждому свое в этой жизни у меня вот тоже видите не на майами живем в деревне и радуемся каждому дню чего и вам желаем хорошего всем настроения великолепной погоды и до новых встреч на канале питомника марии мести к здоровья вам и вашим питомцам